Раненых с передовой доставляют сюда непрерывным потоком. Это украинские военные, раненые у Дебальцева, города, который пророссийские сепаратисты пообещали окружить и захватить. Только в течение среды в противостоянии с ними были ранены 40 человек. Александра ранила осколками. Он говорит, что ожесточенные бои идут уже несколько дней. В больничных палатах мы встретились с мирными жителями, которые попали под обстрелы. Врачи 4 часа делали Ирине операцию по удалению осколков после того, как около ее дома разорвался снаряд. Она недавно вернулась на восток Украины, надеясь на перемирие. Но боевые действия стали еще более активными. Крайне важной стала помощь гуманитарных агентств. Жертв все больше, а врачей все меньше. Многие медики уехали в более безопасные места. После того, как перемирие было нарушено, очень важными стали поставки медикаментов, таких как эти. Пострадавших в этом регионе очень много, но на фронте, недалеко отсюда, есть места, полностью отрезанные из-за боевых действий. Медикаменты туда не доходят, а местные жители не могут оттуда выбраться. Особую тревогу вызывает ситуация в Дебальцево и соседних деревнях. Нас очень беспокоит ситуация. Телефонной связи нет, электричество там отключено, и больницы в районе передовой не в состоянии оказывать помощь людям. Наталья, сама беженка, теперь помогает людям, которые недавно приехали сюда, спасаясь от новых боев. Они опасаются, что фронт будет двигаться на запад. Теперь они в безопасности. Но мать Марины не может выбраться из Дебальцево. Ей приходится прятаться в подвале. Сил нет, терпения нет. Говорит, ну, было такое, что бомбили целые сутки, и детки погибли, моего сына-одноклассница. Ну, просто, говорит, хотела пойти повеситься или напиться таблетой. Говорит, невозможно. Просто, очень страшно. Украинская война заполыхала с новой силой, и их город стал на ней ключевой точкой. Правительственные войска настаивают, что смогут сдержать сепаратистов. Но цена для местных жителей и военных становится все более высокой.